привет друзья что делать если вас кто-то раздражает очень часто задают мне этот вопрос и могу дать несколько советов на этот счет ну во первых первую очередь стоит осознать что это раздражение она живет в тебе то есть это не тебя кто-то раздражает а ты раздражаешься на какие-то действия ну например кто-то сидит там щелкает ручкой и ты думаешь что он тебя раздражать человек почему-то склонен переносить ответственность за свое поведение за свои ощущения за свои переживания на другого человека и вот к примеру если кто-то сидит и щелкает ручкой ты считаешь что он тебя раздражает вот как сейчас меня раздражает мои мой будильник который вибрирует у меня на руке и я могу разозлиться на будильника могу про думать и поосознавать что заставляет меня раздражаться да то есть в первую очередь задайся вопросом это он меня раздражает или я сам раздражаюсь за счет того что он делает скорее всего найдешь для себя что-то нового второе второе касаемо раздражение человек который тебя раздражает он может даже не знать о том что он тебя раздражает и такое часто очень бывает особенно в семейных парах что кто-то годами что-то делает ну допустим там я не знаю жена не смывает свои волосы которые собираются в ванной а муж каждый раз их вытаскивает и раздражается или кто-то допустим я не знаю грызет ногти и раздражает этим но сам не знает что он раздражает своего партнера второй момент это поговорить это вопрос коммуникации это вопрос того насколько ты готов быть искренним потому что действительно тот человек который рядом с тобой он может даже не подозревать он даже может не подозревать что то что он делает тебя может раздражать и переходя плавно уже к третьему вопросу это вопрос личных границ если же на самом деле происходит какой-то невероятный коллапс и кто-то тебя специально он знает что тебя что-то раздражает например щелканье ручкой или грызение ногтей и он специально продолжает это делать это уже вопрос твоих личных границ и что это значит это значит что ты разрешаешь этому человеку в твоем присутствии так с тобой обращаться как здесь быть во первых это диалог это обязательно разговор это обязательно объяснение другому человеку как с тобой обходиться нельзя это прям очень важно если мы говорим особенно о личных взаимоотношениях мы прям близких да там мы семейные пары либо парень девушка если ты один раз промолчал и не отреагировал на то что сделали в твою сторону то что тебе неприемлемо то скорее всего на это не будут обращать внимание и будут продолжать делать дальше вопрос личных границ он на самом деле очень серьезный если тема интересна пишите в комментариях будем снимать больше видео про личные границы как отстраиваться буду давать техники специальные как с помощью инструментов и нлп свои границы простраивать дальше следующий момент если все-таки тебя кто-то и что-то раздражает скорее всего тебя что-то раздражает в поведении другого во первых нужно отделить поведение от личности да если мы говорим про нлп то в нлп есть такая пресуппозиция личности поведения это различные явления о чем это ну смотри ты живешь со своим любимым человеком не знаю мужчина это или женщина у каждого свое и вот он делает что-то такое что тебя раздражает и на самом деле мы сами не успеваем осознать что мы начинаем злиться на человека мы начинаем злиться на идентичность мы начинаем злиться прям вот на личность и мы говорим что ты козел ты плохой ты неправильный ты меня раздражаешь на самом деле тебя не он раздражает а какая-то единица в нем какая-то часть его поведения тебя в нем раздражает и об этом тоже стоит задуматься что тебя раздражает не конкретный человек а конкретные его действия конкретные слова конкретные поступки это следующее нужно об этом хорошо подумать и ну таким образом немножко ослабить накал своего раздражения следующий момент есть в нлп очень хорошие техники они есть на моем канале техника взмах и техника коллапс якорей если тебя что-то раздражает а скорее всего у тебя за этим стимулом закрепился какой-то негативный якорь то есть у тебя есть некой негативное подкрепление на какой-то звук на какое-то изображение либо на какие-то ощущения и что нужно делать на канале очень хорошо разобраны эти техники но к сожалению вот к сожалению люди будут сидеть и слушать и слушать и слушать и ждать пока им кто-то что-то объяснит нежели они пойдут посмотрят видео с техникой которая дает стопроцентный результат внимательно его посмотрят постараются разобраться и сделать эту технику чтобы убрать у себя этот триггер это раздражение техника взмах и техника коллапс якорей очень хорошо работают со всякими внешними раздражителями но людям некоторым гораздо интереснее просто сидеть смотреть и раздражаться на другого человека и кстати задайся вопросом может тебе удобно раздражаться на этого человека может тебе удобно вести себя таким образом даже сказать этому человеку что вот мне раздражает то что ты грызешь ногти и продолжать на это раздражаться ничего с собой не делать передать ответственность на другого человека и просто забить и паразитировать на этом человеке до вызывая у него тем самым чувство вины это тоже способ жизни и это тоже нормально с этим тоже можно жить если вопрос серьезный перейдите на канале забейте коллапсы икорей или забейте техника взмах у меня про технику взмах есть и теоретическая там три способа техники взмах есть даже пример когда мы с девушкой сидели очень старое видео возможно мне очень хорошо слышно но там прям показываются и объясняются моменты как ее проделать на раздражающий фактор пятый способ как справиться с раздражением называется принятие смотрите друзья очень важно задуматься о другом человеке и задать себе вот какой вопрос а может ли этот человек это исправить может ли действительно человек который вас раздражает как чье поведение вас раздражает может ли он это изменить возможно нет ну и вам может казаться что если кто-то грызет ногти а вы не грызете ногти то от этого очень легко избавиться могу сказать что эта привычка и я работал с такими привычками и это не так легко если у вас нету такой привычки то скорее всего вы просто плохо разделяете карту реальности другого человека и не можете действительно осознать что он возможно не может от этого отказаться по крайней мере самостоятельно но вы продолжаете его прессовать а когда вы его продолжаете прессовать вы продолжаете сами раздражаться и тут идет уже такая цепная реакция как снежный ком сначала я раздражаюсь на то что он грызет ногти или что-то делает говорит какие-то неправильные определенные слова потом я начинаю раздражаться на то что я уже раздражаюсь и это начинает возрастать потом я раздражаюсь на то что он не может ничего с этим сделать но Но почему-то мы не обращаем внимания на то, что происходит с нами и не берем ответственность за свое же раздражение. Так что, друзья, подумайте над принятием и задайтесь, над принятием поможет вам подумать вопрос, а может ли действительно этот человек это изменить? Если он это может, то постарайтесь ему помочь. Если он это изменить не может, а как понять? Он может даже вам говорить, что я могу это сделать, но потом опять будет срываться. И постарайтесь это принять. Если вы примете, то ваше раздражение будет значительно снижаться. Следующее. Так как мы многие сейчас сидим на самокарантине и, смотрите, уровень стресса растет, мы находимся в одном пространстве, еще один полезный лайфхак. Нужно иметь личное пространство. Что это значит? Нужно иметь такое место, либо такой промежуток времени, где человек будет находиться наедине с самим собой. Понятно, что многие люди не имеют многокомнатной квартиры и, допустим, в одной комнате живет несколько человек. Это бывает, это нормально, но это опять же вопрос коммуникации. Очень важно установить правила и, допустим, если есть какая-то комната или, может быть, кухня, например, нужно договориться и сказать, вот в сутки мне нужно 2 часа времени или час времени, или полтора часа времени. Временной промежуток вы уже устанавливаете сами. В которой мне нужно побыть наедине с самим собой. Вы знаете, многие люди в туалете застревают надолго. Бывают с телефоном, а бывают без телефона. И они на самом деле не сидят там долго и не делают свои дела. Они на самом деле уединяются. К сожалению, да, бывает такое, что человек может уединиться только в туалете или в ванной, или на кухне. Многие домохозяйки, они готовят и закрываются на кухне, наводят там порядок не потому, что им нравится готовить или наводить порядок, потому что им нужно время для того, чтобы побыть наедине с самой собой. Друзья, и побыть наедине с самим собой это очень-очень важно, особенно актуально сейчас. Поэтому установите в своей семье правила. Установите правила с тем, с кем вы живете. Что вот, допустим, если у вас есть какое-то пространство, допустим, кухня, договоритесь, что вот будет дежурство такое, да. Два часа до обеда я сижу на кухне, делаю там все, что хочу. Смотрю видюшки, смотрю инстаграм, листаю телефон или вообще ничего не делаю. Или я там сплю, допустим, да. Поэтому очень важно установить эти правила. И еще касаемо раздражения. Смотрите, у каждого раздражения, вообще, если говорить с точки зрения НЛП, у любого нашего поведения, позитивного, негативного, хорошего, нехорошего, есть какая-то определенная стратегия. И для того, чтобы вам начать раздражаться, вам нужно проделать какую-то внутреннюю манипуляцию с самим собой. Ну, допустим, вы что-то увидели, потом вы что-то самому себе сказали, потом вы что-то представили и вы что-то ощутили. Я не говорю, что это у вас именно так. У разных людей разные стратегии. Их тяжело сравнивать, они все уникальны. Так вот, попробуйте разобрать свою стратегию. Именно взять отрезок, когда вы на что-то раздражаетесь и обратите внимание, как это происходит в вашем теле. Что вы самому себе говорите или самой себе говорите в этот момент. Задайтесь вопросом, как я могу это изменить. Возможно, вы только как муж начинает открывать дверь или как друг ваш начинает только открывать дверь в вашу квартиру, да, или сожитель, вы уже начинаете раздражаться. Вот задайтесь каким вопросом, когда я слышу щелчки замка, что я в этот момент представляю? И скорее всего, вы найдете какую-то картинку, которая вас раздражает, внутреннюю картинку. И попробуйте эту картинку заменить на другую, попробуйте менять картинки. То есть, когда вы получаете некое раздражение, у вас скорее всего будет какой-то визуальный образ, либо какое-то ощущение, либо какой-то звук. И изображение, и звуки, и ощущение вы можете своим неокортексом, своим мозгом изменять. Когда вы это изменяете, раздражение тоже будет уходить. То есть, вы по большому счету перекодируете свою внутреннюю стратегию. Но это требует дополнительных усилий, психических усилий. Вам требуется потратить на это какой-то промежуток времени. Многие люди, скорее всего, включат какую-нибудь видюшку, которая их отвлечет от их проблемы, от их раздражения, и будут продолжать перекладывать ответственность на другого человека. Друзья, чем больше ответственности вы будете за свое поведение брать, тем вам будет проще быть спокойными, уверенными в себе и быть радостными. На этом у меня сегодня все. Пишите обязательно комментарии. Дал вам здесь, в этом видео, сразу штук 6 или 7 даже советов, как это можно раздражение изменить. Пишите комментарии, будем развиваться дальше, будем развиваться вместе. Большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.